Привет всем! Я записал на данный выпуск про то, почему бы мы не выжили в 19 веке. Он, естественно, субъективный, тем более я там отжег напалмом, назвал золотарей золотниками и так далее. Еще много где оговорился, но оно бывает. Зато вам есть о чем писать, на самом деле. В общем-то, конечно же, чем больше комментариев, тем иногда и лучше для видео. Но сегодня я вам хочу показать одну книжку, вот такую. Это не издательская история, это рукописная книжка. Ее мне презентовали на время зрители моего канала, дали попользовать. И когда ее открыл, я очередной раз многое отчего осознал из того, что мы не понимаем. Мы не понимаем самые главные вещи. Нам все время кажется, что прошлое, оно очень чистое, светлое и радужное. Почему так происходит? Потому что не было интернета. И нам кажется, что вся вот эта грязь, вот эта пошлость и вульгарность, она всегда вуалировалась. Тут у меня будут шорохи всякие, потому что у меня тут есть жители, квартиры, четырехлапые. И это правда. Ну, точно так же, как, в общем-то, и сейчас на самом деле есть определенная овализация. Но благодаря интернету все стало гораздо доступнее, порнография яркий тому пример. Поэтому очень сильный соблазн сказать, что раньше люди были менее развращенные, менее вульгарные. Вот там Пушкин, Достоевский, Чехов, Толстой и так далее. Но дело в том, что вот эти барьеры медийные, они же были более осязаемые, чем сейчас. Потому что не было инстаграмчиков, не было лайф-ньюс, и мы ничего этого не знаем. Но есть свидетельства эпохи, и я вам, например, рекомендую посмотреть такие поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова, как «Уланша», «Ода к нужнику» и «Петергов». И, кстати, хочу предупредить сразу же. Я знаю, что меня иногда смотрят семьями с детьми. Так вот, пожалуйста, детей уберите от экранов, потому что сегодня у нас особенный выпуск, где будет, ну, достаточно большое количество нецензурщины. Не я тому причиной, причиной тому вот эта книга. Здесь в самом начале идет перечень произведений, которые присутствуют. Ну вот, часть страниц потеряна, но, скажем, например, 96-я страница «Сиська», 98-я страница «Русская пизда», называется произведение «Новый газ». Ну, есть и более такие нейтральные, на первый взгляд, там, «Горе девушки» и так далее, «Князю Дандукову» и так далее. Я вам хочу зачитать буквально несколько вещей, потому что есть короткие, есть длинные, есть самые настоящие пьесы тут, по ролям все расписано. Ну, начнем с такого, казалось бы, традиционного мотива 19 века, «Институтка». Начинается довольно нейтрально. Я иногда буду запинаться, потому что тут все с ятьями, и, сами понимаете, едва лишь я из института, окончив курс, вступила в свет. Мне все твердили, «Ах, Лизет, милее вас на свете нет! И молодежь на всех собраниях, как крой вокруг меня велась, и всяк просила сострадания, чтобы вся ему я отдалась. Я долго за нос всех водила, за тем, что мне наедине, моя мама не раз твердила, что это больно будет мне. Однажды вечер, зимний, длинный, мадам уехала на час, а я осталась у гостиной с одним гусаром, глаз на глаз. Болтала я кое-что от скуки, он, сидя, слушал и молчал, то кротко, нежно жал мне руки, то страстно, страстно целовал». И вот это как бы, да, жал мне руки, страстно, страстно целовал, это передний фон всех поэм, начиная с Евгения Онегина и заканчивая всем остальным. А дальше начинается то, о чем не писали, но о чем все знали на самом деле. «Потом не знаю, как случилось, я это помню, как во сне, я на диване очутилась, а он лежал уже на мне. Невольный крик мгновенной боли он поцелуем заглушил, и рай, неведомый до толи, рай Магомета мне открыл. Под ним я страстно трепетала, его руками обвела, горела, таяла, дрожала, зашлась и вся, я замерла. С тех пор уж я иная стала, и уж мамаша не боюсь, готова дать, кому попало, и под мужчин сама ложусь, готова в море сладострасти тонуть, кипеть и замирать. О, отчего я не во власти, чтоб всей вселенной разом дать. Да я теперь совсем другая, я стала всякому давать, и свет кричит, меня ругая, что я отъявленная, блядь». И вот здесь очень крутой поворот к тому, а что такое был свет, что такое была вот эта вся тусовка, которую мы сейчас видим, не знаю, в инстаграмах, на ТНТ и так далее. Я имею в виду медийное проникновение, конечно же, а не уровень воспитания и прочее. «Пускай я, блядь, пусть буду блядью, я не сяжусь на то, ей-ей, у нас теперь ведь между знатью найдутся тысячи блядей. Иль той же кличкой называют между нами разница лишь... Их той же кличкой называют между нами разница лишь в том, что те блядуи прикрывают пизду сиятельным гербом». Как это мило. «Одни блядуют так, от скуки, другие ради нищеты, те ищут подлинные штуки, чтоб были впору их пизды». «Дают же всем, кому попало, курьерам, нищим, звонарям, лишь было б только бы ебало и канцелярским писарям, попам, вельможам и дворянам, кадетам, неграм, кучерам, монахам, поварам, лакеям и нюфандленским кобелям». Ну, нюфайл, мудрян-то имеется в виду. «И так пускай людская злоба меня ругает, но я ей клянусь вам всем, что я до гроба останусь блядью из блядей». Дальше идет, ну, я некоторые произведения, как сказал, зачитаю. «Русская песня» называется «Феня». «Ф» написано в старинном стиле. «Стоит феня у ворот, кулаки в пизду сует, кулаки в пизду совала, как-то матка увидала, начала ее ругать. Ах ты, стерва, ах ты, блядь, кулаки в пизду не суй, продай шубу, купи хуй, тебе шубка не навек, а хуй добрый человек». Здесь дальше идет у нас произведение под названием «Женская стыдливость», но оно длинное. Вот это мне очень понравилось. Это абсолютно несказательная вещь, но вот как так далее могли выражаться. Называется «Муфта». «Раз зимой просидела целый день у печки я, и ужасно угорела, вся была, как не своя. Чтоб немного от угару освежилась голова, вечерком я по бульвару с муфтой маленькой пошла. Вот иду я, вдруг подходит франтик ловкий молодой и шутливо так заводит речи разные со мной. «Как зовут вас?» «Ну, хоть Машей», отвечала я, смеясь. «Ах, нельзя ли муфты вашей одолжить мне муфты вашей одолжить мне хоть на час? У меня зябли руки, а перчаток я забыл. Перчатки. Ах, избавьтесь же от муки». Аккуратненько переворачиваю. «Право холодно, нет сил». Я сначала отказалась, полно вздору-то вам болтать. Наконец поколебалась и решила муфту дать. Он сперва ее как кошку начал гладить и ласкать, а потом уж понемножку стал на палец надевать. Наконец на толстую руку узкую муфту натянул. у меня и меня повернул в муку. Что же сталось? Обманул. Смялась в ней теперь подкладка, и опушка смягчена. Мне самой смотреть уж гадко, измельчалась, как она. Как у матушки покойной влезет всякая рука, после случая такого муфту я не берегла. Всем давать была готова. В пору всем она была. Муфта вся. Муф... Сейчас, секунду. Мех весь вытерт, скверно пахнет, цвет подкладки стал бледней. Всяк увидя муфту ахнет и промолвит. Черт аль в ней. Все, друзья, нихуя, все ебут, все дают. Дальше. Называется Винегрет. Но тут есть на самом деле более интересные послания. Вот это мне очень понравилось. Это уже проеблю, но такой политический памфлет. Называется «Послание к Турции». «От Турция, ты блудная жена». Немножко шовинизма великороссского добавим. «Сочти-ка, сколько раз ты Руссию ебана. И несмотря на то, что всякий раз пердела, опять тебе стыда поебся захотела. Но знаешь, что русский хуй лишь крепче стал и больше. Досталось от него и Венгрии, и Польши. Конечно, Англия пиздой своей юлит, и пальчиком француз ей сикель шевелит. Сикель. Надо посмотреть, что такое сикель. Может быть, сикель по-французски. Я не знаю, что такое сикель. Сикл, может быть, серп. Хрен знает. И хочется самим на еблюшку пуститься. Извольте русский хуй и тем не возгордиться. Ложитесь рядышком, ложитесь в добрый час. На славу выебем вас всех троих хоть в раз. Видите, какое прекрасное произведение. Вполне в духе шовинизма, патриотизма тех лет. Вот короткая клизия. Ведь ты, Лиза, лицемерка, уверяла, что ты целкая, и божилась, и клялась, что ты сроду не еблась. А что ж вышло на поверку, что пизда твоя с тарелку. Здесь эпитафия. Под камнем сим лежит Пардон, боюсь просто порвать. Красавец хуй большой. О, странник, отойди, коль хочешь быть живой. Под камнем сим вдова погребена, которая в пизду и в жопу ебена. Прохожую умилясь и жертву принеси. Хоть хоть кайся, милый, но мудями потряси. То есть, видите, и анальный секс присутствовал в полном вообще объеме. Здесь, кстати, будет этого не надо, это большое произведение. Это тоже не надо. Вот наставление. Короткое. Ебитесь, девушки, смелее, пизда от хуя, пизде от худой... Господи, ты боже мой, такой высокий штиль, что я уже заговаривался стал. Ебитесь, девушки, смелее, пизде от хуя, не от вреда. Садитесь на хуй, не рабея, пусть ваша тешится пизда. Хуину добрую любите. Он ест для вас бесцен... Он ест для вас бесценный дар. Так долгое от себя велите, пока в пизде не будет жар. Да, это прекрасный тост, мне кажется, на самом деле. Была тут просто еще одна такая очень жесткая вещь, уже антиклирикальная, абсолютная. Например, вот, пожалуйста, про жопу, да? Солдатская ебля. Солдат ебет и жаром пышет, трясется сумка с тесаком, от жадности едва не дышит, от жадности едва он дышит, утершись, упершись в жопу кулаком. Увидя то, сама Венера летит с открытой пиздой, целует в жопу гренадера и гладит похуй рукой. Ну вот, пожалуйста. Ну, понятно, а чего еще солдату делать, когда приспичит? Ну вот в этом плане Ода к нужнику у Лермонтова, я даже не хочу ее читать. Встала Маша поутру, думала, что рано, посмотрела на пизду, сама была рада. Пойду милому скажу, я теперь богата. У меня, как у других, вся пизда мохната. Ну, видите, какое дивное. Тут вот гувернантка, ну, даже по названию понятно, что там с этой бедной гувернанткой будет происходить дальше, но я на самом деле здесь видел... Вот, да, ну тут мы переместим... Харьковские бляди, например, такое название, да. Любопытство. Романс, да. Даже демьяного уха переделанное. Поп, попадя и батрак. Это очень жесткое. Поп. Матушка, матушка, я свят, попадя. Почему, поп? Потому что я сегодня на семье просфорах обедню служил, попадя. Я тоже свята. Поп. Почему? Потому что я просфоры пекла, батрак. Тогда, батюшка, и я свят. Потому что того, кто просфоры пек, я еб. Поп перекрестился и сказал, слава тебе, Христос, три святителя в пизде. Ну, что, так сказать, ноу-коммент. Тут все дальше. Ну, тут есть всякие, дальше такие более большие, забавные произведения. Например, как у царя Никиты родилось сорок дочерей и все без пизды. И вот там дальше идет очень интересное наставление. А вот это, между прочим, это Пушкину вообще изначально приписывали, и оно есть в официальном собрании. Князь Дундук. В Академии наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Отчего же он заседает? От того, что жопа есть. Ну, имеется в виду, что он получил свое место за счет, понятно, каких вещей. То есть, это сборник еще, понимаете, тех вещей с пушкинского времени. И вот такие вещи, они ходили в списках, их рассказывали, про них, естественно, было известно на всяких дружеских пирушках. И я абсолютно уверен, что когда вот эти вот, вот эта вся братва от Гусарской до Арзамасской собиралась наедине, то они, ну, выражались отнюдь не высоким. штилем. То есть, они обсуждали кто, кого, в какой позе, как, сколько раз, в течение какого времени, как они понаставили рога и так далее. Это не значит, что надо выставлять это наружу. Меня очень многие обвиняют в том, что я там вот накапываю грязь, уверен, что и под этим выпуском такие будут комментарии, что только этим живу. Нет-нет-нет. На экскурсиях я рассказываю совершенно про другие вещи. Вот тут вчера был пост, и одна девушка написала, что я ничего не запомнил, а вторая, что я вот зато запомнил хотя бы архитектора фон Пострельса и Мендельсона. То есть, ну, как бы, это мы по Петроградке гуляли. То есть, знания должны быть разные. Но в чем важность таких документов? Важность таких документов в том, что на самом деле люди всегда одинаковые. И люди не порхают в небесах. Люди ходят ногами по земле, люди хотят секса во все времена. И мне на самом деле кажется, что в то время даже к этому подходили гораздо проще, потому что вопрос где-то рождения стоял острее. Детская смертность была колоссальная, гигиена еще была не на том уровне, как сейчас. Не было и там, не знаю, десятой доли тех медицинских препаратов, которые есть в наше время и которые позволяют там и жизни сохранить, и какие-то болезни вылечить, и т.д. и т.п. Ну и все такое прочее. Технологии медицинские и все. И поэтому, конечно же, вопрос репродукции, он стоял острее. И в этой связи реально народ не парился. Но мы этого не можем узнать, потому что это, конечно же, ну, не преподают в школе, было бы странно, и это никогда не проникало за определенные границы. Но внутри вот этих вот рассадящихся кругов медийных это было, я уверен, абсолютно вот как современный интернет, как современные вот эти мемы, всякие там шуточки, смехуечки, простите, уж это я уже от себя скажу, да, ну, в данном контексте можно и так далее. Поэтому я не думаю, что наши великие предки, они вот тут просто мне прислала несколько ссылок на один пост дамы, которая посмотрела мой канал и написала там, что человек, который говорит слово пукать, для меня не существует. Ну, вот как бы и нам кажется, что вот такие вот персонажи, у которых розы и жопы растут, вот они тогда и жили. Ни хрена подобного. Абсолютно нет. Вот, понимаете, как бы яркое тому свидетельство. Такие вещи, конечно же, не хранили в библиотеке, их там где-то в закутках, поэтому они и не сохранялись. Они, как правило, горели, да, общество страхования от огня, всегда рассказывали на экскурсиях, процветало, процветали в то время, строили огромные доходные дома. Они горели, потом войны, потом смена государственного строя, гражданская война и все такое прочее. И, конечно же, все это в небытие ушло. Но что-то сохранилось. И когда мы это держим в голове, мы и, собственно, и прошлое начинаем воспринимать более адекватно. То есть, это тот пазл, который не достает нам в понимании мотивации, поступков людей, в понимании каких-то элементарных вещей. И благодаря этому мы можем переноситься в эпохи и пытаться представить себя, чем же люди на самом деле жили. Это, на мой взгляд, крайне важно и, самое главное, интересно. Вот это то, что я вам хотел сказать. Ну, если хотите, я, конечно, могу еще сделать отдельный выпуск, зачитать вам пару-тройку поэм отсюда, но мне кажется, этого вполне достаточно, если честно, для понятия того, чем народ живет. Я так понимаю, что это некий такой, ну, утилитарный, стандартный сборник, который переписывался очень аккуратно, да, видите, брошюровался и потом передавался. Я хочу вам напомнить, что, например, журналы, когда выходили, они выходили без обложек. То есть, обложки делались отдельно. Поэтому, вот эти самые переплетные мастерские, которые бросились все устраивать в 70-х годах, начитавшись романа «Что делать?», они пользовались спросом. Это было вполне рентабельный бизнес, потому что услуга была востребована. И вообще, я уж закруглю свою мысль, да, простите, дизову в топ, но тем не менее, я всегда говорю, что раньше вы могли сделать деньги на таких странных вещах, как пуговицы, карандаши и даже богословская литература. то есть, время меняется, а бизнес остается, просто меняет свой профиль. Напоминаю, что экскурсии сейчас идут в Петербурге, у меня был очень удачный заезд в Москву, но в ближайшее время я думаю, что появлюсь там не раньше, чем через пару недель. Оставляйте комментарии вот туда. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok